Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. С вами Юлия Адамова. Что произошло в Ульяновской области 17 мая, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Новая жизнь старых домов. В регионе продолжается программа по капитальному ремонту. Знали каждого в лицо. Фармацевты-ветераны рассказали о трудностях работы в преддверии профессионального праздника. Массажи и гимнастика. Ульяновские тосы открывают Центры здоровья. Хрустальные звездочки. Ульяновский балет «Экситон» готовятся к отчетному концерту. В Ульяновской области продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в очереди более 100 объектов. На некоторых работы уже завершены. Что и где ремонтируют, узнал Кирилл Савосин. Пришло время для обновления и многоквартирных домов. В Ульяновской области на данный момент строительно-монтажные работы ведутся в 25 домах. Один из таких – дом номер 92 по проспекту Нариманово. Ранее здесь капитально отремонтировали внутридомовые системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. Теперь пришло время фасада. Из-за того, что дом стоит вдоль дороги и рядом проходят трамвайные пути, в стенах появились трещины. Проект на данный дом разработан был в этом году. В данных работах были предусмотрены утепления торцовой части фасада. С заходом по метру на фасадные части замена подъездных окон, подъездных дверей, подъездных окон, подшивка карниза, облицовка цоколя с утеплением. По фасаду предусмотрена декоративная штукатурка с последующей окраской. А вот на Толбухино 41 ремонта ждали много лет. Крыша была настолько в печальном состоянии, что во время дождей и таяния снега вода с потолка лилась ручьями. Жители обращались в разные инстанции и, наконец, достучались. Теперь их радости нет предела. Настроение поднялось. Я говорю, ну все, ванну можно убрать, бедра убрать оттуда, чтобы обрадовались. Я даже следила через окно, как на пятый этаж, ну на потолок, материал привезли и смотрели, как их туда сгружали. Первоначально сроки проведения ремонтных работ в общежитии были установлены на 2038 год. По инициативе жильцов из-за высокого износа кровли, подтвержденного заключением технической экспертизы, ремонт перенесли на 2024 год. Кровлю застелят в два слоя. Ремонт будет произведен методом спекания. Гарантии на выполненные работы составят пять лет. Кровлю ремонтируется с пеканием, с заменой воронок, устанавливается ограждение, ремонт выхода на кровлю. Также мы выполняем ремонт крылец, входа в подъезд. Новые козырьки будут из профлиста. На протяжении всего периода строительно-монтажных работ инженеры фонда модернизации жилищно-канонального комплекса контролируют действия подрядчика. На каждом из объектов установлены камеры видеонаблюдения. Видеокамеры мы устанавливаем на общестроительных работ. В основном это крыши и фасады. Сами камеры помогают следить. В реальном времени мы можем зайти и посмотреть, сколько людей работает, в каком объеме работы выполнено, успевает подрядчик к окончанию срока выполнения работы. Всего в 2024 году проведут капремонт в 120 новоквартирных домах на общую сумму в 742 миллиона рублей. Благодаря этому более 20 тысяч людей улучшат свои условия проживания. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ Аптекарское дело в России существует со времен Ивана Грозного. А профессиональный праздник появился лишь в 2021 году. Уже четвертый год, 19 мая, поздравляют работников фармацевтической отрасли. Особого внимания заслуживают ветераны профессии. О своей работе они рассказали нашей съемочной группе. Александра Синякова больше 35 лет своей жизни посвятила аптекарскому делу. Работать она начала в 70-е годы прошлого века, когда в аптеках массово производили лекарства. А весь учет специалисты вели вручную. За препаратами тогда тоже обращались только лично. Поэтому к работникам аптек было особое отношение. Ведь в производство лекарств они вкладывали душу, стараясь помочь. Не всех мы знали. Все знали их беды и радости. Все они приходили. И уже мы знали даже семейные, все их истории. Уже когда стали закрывать производственные отделы, они приходили, просили им приготовить эту лекарственную форму. Потому что человек отдал свою энергию. Александру Синякову и ее коллег Татьяну Филатову и Веру Гельметову в Ульяновской государственной аптеке поблагодарили за кропотливый, тяжелый и вредный для здоровья труд. Добросовестно выполняют свою работу и фармацевты, работающие в наши дни. И даже в наше непростое время фармацевтическая отрасль продолжает свое развитие. Разрабатываются новые лекарственные препараты. Проводятся различные клинические исследования, используя высокие технологии. И фармспециалисты вносят огромный вклад в здоровье и благополучие общества. Помимо ветеранов труда, профессиональный праздник отмечают и специалисты аптек, а также те, кто создают новые лекарственные препараты и другие работники отрасли. Юлия Адамова, Олег Тоньшин, Уллправда.ТВ Центры активного долголетия продолжают открывать в регионе по инициативе ульяновских активистов. Сразу три открыли в Меликесском районе, благодаря территориальным общественным самоуправлениям. Посетителей ждут массажи, гимнастика и многое другое. Подробности далее. Председателя ТОС «Возрождение» в Терентьевке знает каждый. Ксения Щетинина не только активистка, но и ответственная за хорошее настроение и здоровье своих подопечных. Общими усилиями в селе отремонтировали спортивный зал. Теперь же в нем занимаются все желающие. Для пенсионеров проводят гимнастику «Белояр». Комплекс упражнений направлен на омоложение организма. А по соседству теперь заработал массажный кабинет. Мне очень нравится. У нас прекрасный здесь коллектив. У нас очень хорошо. Очень все такие ответственные. Очень даже порядочные все люди. И у нас мало того, что у нас долголетие, тут еще у нас приходят люди. Каждый, у кого как время есть, плести сеть. Не отстают соседи из села Тиинск. Жители серебряного возраста регулярно занимаются физкультурой и скандинавской ходьбой. Теперь в населенном пункте также открыли центр здоровья, на базе которого можно не только измерить давление и пообщаться с медиком, но и сделать массаж. Много тем занимались со старшим поколением. Они у нас вообще очень активные жители. Мы по линии культуры ставили сценки и спектакли. Выезжали с этими спектаклями. И массу разных мероприятий проводили. И по благоустройству всегда активно. Субботники проводили, облагораживали места. Всевозможные. И вот сейчас уже у нас появилась такая возможность, что открыть центр здоровья. Открыли центр здоровья в селе Никольское на Черемшане. Теперь жители могут заниматься дыхательной и суставной гимнастикой, ходить на процедуры, делать различные виды массажа. В дни открытия центров здоровья в ТОСах провели праздничные концерты и чаепития. На территории Меликетского района довольно успешно развивается территориальное общественное самоуправление, чему мы, безусловно, рады и приложим все усилия. И с помощью ассоциации ТОС Ульянской области, безусловно, продолжим это направление. Центр здоровья удалось открыть благодаря выигранным грантам. Общественные самоуправления стараются регулярно участвовать в конкурсах, чтобы развивать социально полезные проекты. Больше двух тысяч ульяновцев на данный момент получают социальные услуги в центрах активного долголетия, которые работают при ТОСах. Буквально совсем недавно было поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о передаче социальных услуг некоммерческим организациям. В настоящее время 49 ТОСов вошли в реестр посвящиков социальных услуг, 45 центров активного долголетия действуют на базе ТОС. Напомним, в Ульяновской области зарегистрировано более 450 территориальных общественных самоуправлений. По количеству ТОС юридических лиц регион занимает первое место в ПФО и второе место в России. Анна Тищенко, Улправда ТВ. В Ульяновской области окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. По версии следствия, житель областного центра разработал криминальную схему, которая позволяла обманным путем похищать деньги страховых компаний. В ее реализации мужчины помогали еще 8 человек. Во всех случаях в дорожно-транспортных происшествиях участвовала дорогостоящая иномарка, водитель которой выступал в роли потерпевшей стороны. Во время столкновения автомобиля один из соучастников изображал случайного свидетеля. Проезжая мимо, он фиксировал постановочную аварию на видеорегистратор. Инцидент оформлялся через Европротокол. К Европротоколу прилагались видеоматериалы, которые направлялись в страховые компании для получения выплат. Причиненный страховым компаниям ущерб превысил 3 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ульяновска. Двоим участникам избрана мера пресечения запрета определенных действий. Семерым в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Ульяновске стартовал городской турнир по боксу. Он проходит ежегодно уже в 19-й раз. Для юных спортсменов это проверка перед летними каникулами и спортивно-оздоровительными лагерями. Подробнее о состязаниях в нашем репортаже. В Ульяновске в 19-й раз проходит турнир по боксу среди юношей на призы главы администрации Заволжского района. В этом году соревнования посвятили победе в Великой Отечественной войне. 19 лет назад я как-то сидел и думал, что детки, которые занимались один год, им нужно как-то показать себя. То есть практически все дети, многие здесь проводят первые или вторые поединки. То есть это их начало. Мы выбираем самых маленьких детей, которым 10, 11, 12 лет, когда уже можно им участвовать в соревнованиях. И поэтому мы выбрали этот турнир по этому маленькому возрасту и все 19 лет его проводим в едином направлении. То есть это как бы экзамен, как в школе ЕГЭ проходит, так и у боксеров ЕГЭ в ринге будет проходить. Ученик пятого класса Егор Бачков занимается боксом два года. За это время юный спортсмен уже принимал участие в соревнованиях. Я бы хотела владеть боевым искусством, чтобы научиться самообороне и иметь награды хорошие за бокс. Директор школы Олимпийского резерва Александр Трифонов уверен, каждый ребенок должен заниматься спортом и укреплять здоровье. Бокс помогает ребятам развивать такие качества, как смелость, выносливость, ловкость и умение постоять за себя. В Ульяновской области бокс начал активно развиваться в 60-х годах прошлого века. У нас очень сильная школа бокса в Демтовграде, в Ульяновске. За всю историю развития бокса у нас подготовлены три заслуживших мастер-спортсмена, 22 мастера спорта международного класса и около 300 спортсменов, мастеров спорта СССР и России. На турнир по боксу в Ульяновске с 90-х годов приезжают спортсмены из Пензенской области и других регионов. Обмен опытом помогает боксерам совершенствовать свои навыки. На этих соревнованиях у меня и выросли ребята чемпионы мира, чемпионы Европы, среди профессионалов чемпионы мира Кармазин. Все знают его во всем мире. Чемпион Европы по юниорам Алмакаев, Симирхан, сейчас действующий он. В числе почетных гостей на турнире побывали ульяновский боксер, чемпион мира Алексей Лезин, заслуженные тренеры и спортсмены. В клубе бокса и кар за награды сразились ребята в возрасте 10-12 лет. Победителям в своих весовых категориях вручили призы и кубки. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Яркие гастроли, новые постановки и участие в международных конкурсах. Прославленный ульяновский балет «Экситон» готовится к отчетному концерту. О прошедшем сезоне артисты рассказали Валентине Никоновой. Веселый заводной танец «Скороговорочка», а также много других танцевальных номеров в исполнении эстрадного балета «Экситон» вы сможете увидеть уже в эту субботу, 18 мая, на сцене ДК «Руслан» в Новом городе на отчетном концерте этого коллектива. Концерт станет отчетом о проделанной работе за творческий сезон. В нем примут участие более 100 воспитанников танцевального коллектива. Зрителей ждет 7 премьер, а несколько самых маленьких артистов выйдут на сцену впервые. Праздник посвятят самым ярким достижениям ансамбля за год. Если говорить о наших гастролях, то, пожалуй, самым ярким проектом был наш сольный концерт на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где воспитанники эстрадного балета «Экситон» показали свою сольную программу. Концерт коллектива на ВДНХ прошел в ноябре в рамках Дня Ульяновской области под слоганом «Ульяновская область – Родина талантов». Один из 16 представленных танцевальных номеров «Музыкальный кузовок» буквально покорил зрителей. В декабре «Экситон» выступил на сцене «Зарядье» в спектакле «Легенда о Ромео и Джульетте» под руководством народной артистки Илзы Лиепа. Подготовка сама очень сложная, когда ты находишься на площадке с утра до вечера, и это происходит в течение нескольких дней. Подготовка обычно идет дней пять. Это для малышей сложно. Поэтому нам ставят категорию, начиная с 13 лет. «Экситон» трижды завоевал звание лауреата первой степени в 10-м юбилейном всероссийском хореографическом конкурсе «Персонажи в городе Ярославле». В финале 16-го всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки» в Москве юные артисты заняли первое место среди младших групп в номинации «Хореография». Мы прошли. Маленькие мальчишки у нас прошли с номером «Походники романтики». В конкурсе в «Сириусе» мы завоевали лауреатство первой степени. И таким образом мы попали на финал в Москву. Это тоже такая яркая очень победа. Несмотря на сложности и колоссальный физический труд, дети с удовольствием принимают участие в гастролях и готовятся к конкурсам. Выступления на большой сцене в других городах, съемки на телевидении для маленьких артистов – та мотивация, ради которой многие приходят в «Экситон» и остаются здесь на долгие годы. У нас коллектив, скажем, в основном состоит из малообеспеченных и многодетных семей, если честно. Да, поэтому очень многие родители не выезжают за пределы Ульяновской области. И дети, когда у них выдается возможность поехать, посмотреть мир, показать себя. Получается, что это шанс для детей? Шанс. Они работают в классе. У «Экситона» еще много достижений, о которых можно говорить часами. За 33 года работы здесь воспитали сотни талантливых танцоров, которые сегодня работают в известных коллективах по всей стране. Многие стали хореографами, профессиональными артистами и прославляют своим творчеством Ульяновскую область. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok